Сегодня мы в ролике перейдем от такого звучания Вот такому Всем здорова, много написало ребят в комментариях под анимешными видосами Что как написать свои мелодии синтовые Давайте сегодня рассмотрим как это сделать, я покажу пару способов Не забудьте поддержать видосы, если вам действительно такая тема интересна Напишите об этом в комментариях, поддержите лайкосом Я буду понимать, что, блин, можно и поделать такие видосы Вот, погнали Итак, какие я имею ввиду синтовые сэмплы Прежде всего, это примерно вот такого типажа Такие, немножечко полу-EDM Итак, с чего же начать? Значит, берется паттерн, создается просто серым Никаких пресетов можно вообще не использовать Тут, на самом деле, все достаточно просто крутится самому Значит, первое, что нам нужно сделать Конечно же, это пианорол открыть И написать вообще аккордик сначала Да, у нас сначала будет такой вот так себе звук Но нам главное понять, как аккорды строить В общем, в чем основная идея? Вы берете какую-нибудь основную тональность Например, вы можете перейти в хелперс Скейл хайлайтинг Допустим, взять C От нотки C и мажор Мы можем взять Давайте другую возьмем Давайте D-решетка Радиес Чисто по белым пишем Вот видите, вот есть немножко черненькая Вот есть немножко светленькая Вот последние пишем, короче, сейчас Значит, в чем идея? Вам нужно делать следующим образом Внизу вот эти вот нотки Слишком низко нет смысла ставить И если вы и ставите внизу ноты Сделайте широкое расстояние между нотами То есть прям вот такое Потому что если будете делать вот так вот прям Начинается каша, как видите То есть оно Из-за того, что внизу ноты В низком частотном спектре Могут создавать такой очень неприятный диссонанс В отличие от высоких нот На верхах это гораздо более понятно Звучит и приятно Вот поэтому Внизу делайте нотки расстояния побольше Так, это вот первое Следующий момент Вверху просто добавляем нотки То есть нам нужно написать первый аккорд Первый аккорд может вообще все что угодно быть Нам просто Просто по белым ставьте ноты Вот я сейчас поставил Но каким образом? Я не ставлю их прям в соседнюю ноту Вот так Опять же, видите, каша получается Вам нужно расстояние выбирать Ну, через одну, допустим Отлично звучит В том смысле, что ничего другому не мешает Плотненько, но островато Что мы делаем дальше? Мы заходим в серум наш И делаем побольше голосов Все, уже мясо Датюн чуть поменьше делаем Хотя можно и побольше Это влияет на вот это Можно и так поближе Но вот когда сильно много нот Все-таки датюн можно поменьше делать Вот Следующее Можно, в принципе, пилу оставить Но можно взять, в принципе, и Такой Basic Mook Мне он больше всего нравится Потому что он достаточно разнообразный Может быть С помощью Bad Position Мы меняем, собственно, вот эту вот волну То есть она будет более острой Или более мягенькая Здесь Я вот такое ставлю Мне больше нравится, чтобы она помягче была Отлично Первый аккорд мы написали Теперь BPM, опять же, можно определить Там Условно 150 BPM Достаточно быстро То есть не 90, там, не 80 Потому что достаточно медленно И смотрите Когда вы написали аккорд Вы можете, конечно, растянуть его на весь кусок Но желательно все-таки надо делать паузы Чтобы когда человек слушал сэмпл или трек У него немножко были паузы Что в басу Что в бете Что в мелодии Чтобы слух отдыхал Итак, пишем второй аккорд Второй аккорд должен быть, понятное дело Можем взять вот так вот Shift-левую кнопку мыши Перетащить Но он не должен быть точно таким же Потому что это будет надоедать Ну, допустим В этом нет прикола Это слишком однообразно будет Поэтому мы второй аккорд как делаем Мы можем, в принципе, на следующий какую-нибудь беленькую пустить Очень прикольно звучат в мажоре Там, переход на третью ступень То есть вот первая нотка, да Потом вторая вот Светленькая, третья светленькая От третьей светленькой пишем нотку Пишем аккорд Ну, видите, звучит слишком странно Потому что некоторые ноты поступили Не на свою позицию То есть, например, нотки си нету На нашей тональности Поэтому либо пускаем выше Либо пускаем ниже Смучшим просто как она звучит И нотку фа тоже здесь Она не подходит Все, отлично Пишем третий аккорд Потом будем уже разбираться Какая наша ритмика нужна там и так далее Давайте, не знаю Допустим, от этой нотки От шестой получается Первая, седьмая, шестая То же самое делаем сейчас с нотами Видите, слишком низко звучит То есть она прям так Хотя вроде все по нотам Это значит, что у вас В басу много нот То есть, видите, визуально Здесь они выше выглядят просто Немножко какую-нибудь повыше кинуть Допустим, радиус Можно сюда кинуть Уже получше Вот, насколько это эмоционально Это тоже вопрос Если вам кажется, что как-то не туда Как будто не очень прикольно Он подходит Просто берете другой аккорд Мы можем просто удалить Ничего страшного, потому что мы потеряем аккорд этот Можем потом поставить Не знаю, допустим От седьмой ступени Вот отсюда Опять же, так же ставим Чтобы все подходило под нотом По черненьким Чтобы черненьких не было Наоборот Вот этот тоже прикольно звучит Мне он тоже нравится Слушаем сначала Нормально В принципе, так вот можем оставить Три аккорда Ну как можем сделать Вот, либо опять повторить Так вот Либо все-таки Когда вы повторяете Два раза аккорда И вам все-таки нравится Что как они вместе звучат Вы можете просто Немножко где-нибудь разнообразить То есть, допустим Ввести нотку повыше, например И потом здесь, допустим Провести такую штуку Типа Те-ду-ду Вот так Отлично Вот у нас есть первый паттерн Теперь добавляем еще один серум Можно сразу же их так вот На канал кинуть Чтобы прядочка была Значит, второй серум Нам нужно какой-то лидовый звук Такой высокенький Поэтому здесь унисон Не нужно делать Все, одна нотка Потом Нам нужно здесь что сделать Мы можем, в принципе, здесь добавить Дистошен чуть-чуть Что мы можем делать сейчас Мы можем в этих паузах, которые мы сделали Специально Добавить какие-нибудь проходящие нотки Типа Но, опять же Будет очень прикольно Если у вас будет глайд Поэтому Моно, легато, always И порта побольше Для того, чтобы сделать Вот, чтобы еще было поинтереснее Также можно фильтры накинуть На тот мы Серум тоже можно накинуть фильтр Какой-нибудь такой Сейчас возьмем Просто пробуем Отлично Нормально звучит Теперь мы можем сделать Аккорды еще потише А на второй синт Можно добавить, допустим, какой-нибудь дилей В серуме тоже можно делать, добавлять Но мне нравится больше Сторонним образом Пинг-пон какой-нибудь Можно немножечко еще реверба Отлично Теперь можно на первый синт Также нам сделать Небольшой какой-нибудь фильтр Попробовать, например Во Flangers пойти И киндфейдеры подчекать Просто Допустим, вам такое понравилось Вы можете второй энвелопой Вот таким образом Делать ее поменьше И котов менять Типа Это тоже прикольно Можно дать эффекта Отлично Теперь можно написать бас Можно либо восьмой, да, взять Давайте тоже на серуме напишем Значит, просто так же вы берете В волну Но помягче То есть уже не такую прям Пилу, да Допустим, вот это аналоговое Такое Синусоиду Тут мы просто дублируем Эти же ноты, которые у нас были В низах Кутрул С Кутрул В Так у нас получается Так он звучит Соло Можно так послушать Вот можно на октаву ниже Вот, отлично И нам нужно добавить Нойз Берем какой-нибудь Нойз Допустим, какой-нибудь такой И дисторшн У нас получается такой Как бы Плотненький басец Можно еще Компрессором В принципе сделать Добавить побольше баса Чтобы бас больше проходил Высокий поменьше сделать Мненько Отлично Слушаемся вместе Это будет просто Как дополнение Но это Понятно, что Ничего особо не изменит Но Это добавит нам Саба Видите, прям Саб такой Ну, с телефона Не слышно, понятное дело Но все-таки Вот, ну тут можно Просто драмочку написать И посмотреть Как это будет звучать Спустя пару минут У нас получилась Такая драмка Слышно простая Стандартная Но В чем Здесь плюс В том, что вы пишете В паттернах А не берете луп Потому что Допустим Вы сейчас можете Вот в этом паттерне Вообще брать Высокую мелодию Вообще все И полностью убираем В созданном паттерне И так получается Для перехода Это довольно-таки удобно Вот, опять же, можно Повторить это все Потом Вы можете В принципе Также Первый паттерн Вы можете Так вот Правой кнопкой Рендер 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 И поэкспериментировать С высотой питча Возможно Вам больше понравится Так таймом Привязываю К сетке И меня просто питч Точнее не питч А BPM И слушаем Допустим Вы сейчас слышите Что Я слышу Что сейчас Лидовский звук Слишком громкий Без проблем Возвращаем 150 Опять же Берем первый паттерн И делаем Вот эту вот нотку Чуть поменьше Можно дикей Поменьше микса И поэкспериментировать С тем Как он сам по себе звучит То есть можно Поэкспериментировать С хорусом Например Также можно Недлоп Здесь Котов Это сделать Чепотише Сделаем Слушаем Вот опять Также Могу Срендерить Его быстренько И замедлить Также Еще хотел показать Насчет этого Второго паттерна Который я показывал В самом начале Тут достаточно Опять же 150 bpm Но Как видите Аккорды перемещаются Достаточно быстро То есть Два квадратика Пауза Два квадратика Та-ту-ку-ду-ду-ду Тоже как для Разнообразия Потому что без него Тоже прикольно Но с ним Баска бы перебегает Тут всего лишь Три аккорда Тут повторения просто Вот мелодия наверху Опять же Вот Такой фейзер У меня стоит На Синтах Не обязательно Прямо четко Как я показал Писать В сетку Да Вот можно Чуть быстрее писать Тоже будет Прикольненько Достаточно То есть Давайте Еще раз Запомним В общем Пишите сначала Аккорды основные Задачно Большим количеством голосов Вот Бертикон Несенно острый Экспериментируйте С фильтрами Особенно С фленджерами Вот этими И привязывайте Надвелопа Котов Чтобы он Как там Перекольненько Перемещался Тут в принципе Ничего особо Можно не делать Можно компрессов Поставить Чтобы поплотнее было Это уже кому как Короче Вот Потом Пишите вторую мелодию Которая будет В паузах Не забывайте Про паузы То есть вот эти вот штучки всякие Понятное дело Что можно было сделать Их там Выше Да Тут уже Как ваша фантазия Тут в самом деле Как вы хотите Главное Чтобы этот лидовский звук Был выше Чем эти аккорды Для того Чтобы он был Слышен Ну и третье Можно бас Либо 8 Либо вот этот Который я показал Такой немножко С шумом Тоже добавить Прикола Вот таким вот образом Пишутся на самом деле Сэмплы Таких образом Можно написать Очень много Понятное дело Что можно понять BPM Там Поменять немножко Сам звук По себе Но основа Вот такая Если данный ролик Оказался полезным И интересным Не забудь поддержать Лайкосом Подпиской Это очень важно Для развития канала Ну и также Если есть какие-то Еще интересные идеи Для разбора Обязательно Напиши их в комментариях Если вам какая-то Идея интересная Из комментариев Предложенных внизу Обязательно лайкните ее Я тогда увижу Самые лайкнутые Они будут вводиться в топ И я посмотрю Какой лучше Дальше видос сделать Все Благодарю Спасибо большое Всем прогресса Пробуйте Это на самом деле Очень интересный способ Потренироваться В написании сэмплов Главное конечно Поэкспериментировать побольше Чтобы найти свой звук интересный Все Всем прогресса Удачи Ну и не забудьте Поддержать видос Обнял И до скорого видоса